МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великой компании Тагил ТВ приветствует тагильчан, в студии Олег Шкварков. И сегодня в нашем эфире программа Владислав Пинаев «Разговор с городом». Добрый вам день, Владислав Юрьевич. Здравствуйте. Владислав Юрьевич, предлагаю начать нашу программу с события, которое было, может быть, оно основное, не основное, в нашем городе. Это посещение нашего города Нижнего Тагила губернатором Евгением Куйбышевым. Он встретился с тагильскими предпринимателями. Очевидно, это было не случайно в нашем городе. О чем шла речь? Вы были свидетелем этой беседы. Вы знаете, по поводу событий это важно. Все равно, когда первый лиц области приезжает в территорию, знакомится с событиями, которые здесь, беседует и встречается и с предпринимателями, и с жителями города, отслеживает лично те или иные важные для города моменты, такие как реконструкция мостового перехода по улице Циолковского. Поэтому вопросы действительно были. Вопросы носили сугубо такой профессиональный характер, связанный с тарифами, иными вещами какими-то. Вот кто-то благодарил, кто-то, наоборот, задавал какие-то более такие актуальные вопросы, именно конкретно касающиеся каждого. Поэтому встреча так прошла в целом хорошо. Практически там больше полутора часов надлилась. В общем-то, была возможность, на самом деле, услышать из первых уст ответы на те или иные вопросы, включая строительство заправок, где можно было заправлять электромобили. Поэтому я сам с удовольствием послушал. Ну, вам, конечно, как главе города, были интересны иные моменты этого визита. Что, с вашей точки зрения, было самым интересным, где побывал губернатор еще? Вы знаете, самым интересным то, что есть возможность переговорить и проговорить какие-то актуальные для города вопросы. услышать точку зрения, мнение, вот это, наверное, самое важное в общении, когда ты там практически больше, чем полдня имеешь возможность с первым лицом общаться и обсудить то, что, в общем-то, накопилось за все это. Потому что все же в телефонном режиме не обсудишь. Вот постоянно, учитывая плотный график работы губернатора, тоже каждый раз не наездишься. А вот тут как раз уникальная возможность и познакомиться с теми проектами, которые есть, доложить о ситуации, в которой в городе происходит социально-экономическое развитие, то есть проекты, которые сегодня реализуются. Ну а в целом, я говорю еще раз, мы обменялись мнениями, включая по проектам, включая «Тагильскую лагуну-2», куда мы абсолютно спонтанно вне графика попали. Я говорю, Евгений, что такая-то такая ситуация. В общем-то, с привлечением федеральных средств реализуем такой проект. Проект очень такой значимый для города, серьезный. Он говорит, пойдем, пойдем, сходим. То есть мы как раз находились рядом, поехали, заехали. Вот, зашли, показал. И как была реакция, какая была оценка? Вы знаете, оценка очень хорошая, но самая главная оценка то, что он поддержал нас в проекте реконструкции или капитального ремонта городского дворца детского и юношеского творчества. И вот сейчас, на сегодняшний день, боюсь сглазить, но тем не менее в корректировке бюджета первые 100 миллионов рублей у нас уже должны быть предусмотрены. Поэтому пообещал приехать на начало работ, посмотреть лично, как это будет все происходить. Вот, заодно у нас уже по нашей лагуне будут какие-то подвижки в положительную сторону. Поэтому будет что показать. Поэтому из важности, да, он лично отслеживает ситуацию, которая происходит у нас сегодня в связи с перекрытием мостового перехода по улице Целковского по причине того, что Екатеринбург практически встал в пробках. Вот, я пообъяснил, дал пояснение, какие пути объезды у нас предусмотрены, какие виды работ мы сделали, какие дороги грейдировали, какие отремонтировали. В общем-то, чтобы максимально создать комфортно, что работали мы действительно несколько дней вместе с ГИБДД, то есть отслеживали поток автомобилей, вот, разводили его, стрелки, все работы светофоров по направлениям. Поэтому вот это все и является важным. То есть, что ты имеешь такую уникальную возможность, я говорю, задать вопрос и получить ответ. Губернатор рекомендовал организовать онлайн-трансляцию того, как проходит реконструкция моста, будет это организовать? Да, мы поручение это выполним, у нас, тем более, это заложено в контракте. Вот, просто сейчас как раз заказаны камеры, камеры через две недели должны подойти. Вот, все будет установкой, и каждый житель города может воочию сам наблюдать, какие работы, как ведутся. А где это будет транслироваться? Сейчас думаем, где-то, каким ресурсом будет, именно на каком ресурсе. Однозначно это должно быть, с моей точки зрения, на нашем сайте, на городском сайте, куда мы можем было зайти, во-первых, посмотреть. Ну, а так, видно будет, посмотрим, кто и как этим вопросом будет заниматься. Ну, как губернатор был удовлетворен тем, как работы начались по мосту? Ну, вопросов, во всяком случае, не было. Министр транспорта также подтвердил, что вот все работы ведутся в соответствии с графиком. Начали аванс. Подрядчик у нас перечислен, поэтому вопрос о финансировании проекта на сегодняшний день не стоит. Балки проплачены, поэтому работы ведутся в соответствии с графиком. Ну, я не сомневаюсь, что должны быть в реализации таких серьезных проектов, могут быть какие-то избои, трудности, но это не первый раз, поэтому будем искать выходы из каждой сложившейся ситуации, искать какие-то ответы. Реконструкция моста идет по национальному проекту «Безопасные качества на автомобильной дороге». Как стартовал в нынешнем году этот национальный проект на других дорогах, которые запланированы? Сегодня работы ведутся на всех дорогах, которые в городе ранее были запланированы. Стартовали мы досрочно, так как контракты были, проекты подготовлены, контракты отыграны раньше. Финансирование есть, материалы все закуплены, щебень, битум и прочая техника подготовлена, поэтому все работы начали. Были замечания на старте к субподрядчикам. Не к подрядчикам, которые у нас сегодня выполняют работы основные, это ОБТ и Тагилдурстрой, а с теми организациями, которые у них работают на субподряде. Вопросы были, вопросы на сегодняшний день полностью все сняты. Работы продолжаются, ведутся, но если от жителей поступают какие-то дельные предложения или замечания, конечно, мы их стараемся учитывать. То, что касается дорог, хочется еще спросить. В городе, да, у нас большие объемы строительные идут, ремонтные. Подъезд к городу со стороны Николопавловска, основной въезд, южный въезд к городу, дорога местами не в идеальном состоянии, так скажем, находится. И колейность есть, и ущербный асфальт, разбитый местами. Есть, ведутся, не ведутся разговоры на уровне области, может быть, к 300-летию этот въезд заасфальтировать получше. Вы знаете, я бы даже сказал, не надо ждать 300-летия. Это, во-первых, безопасность движения, то есть в первую очередь. Это во время дождя еще дополнительная опасность, так сказать, представляют такие дороги. Поэтому на сегодняшний день с САГУ управления автомобильных дорог вопросы обсуждаем. Вот, я бы сразу хотел поправить, дорога эта не наша, даже вот до перекрестка садовода фестивальная Красногвардейская, то есть этот участок у нас полностью находится в зоне ответственности САГУ управления автомобильных дорог Свердловской области. То есть оно у них стоит на финансировании, они заключают непосредственно контракты. Поэтому вопрос обсудим. Я еще раз говорю, я бы не стал ждать следующего года. Вот, в этом году надо ее капитально отремонтировать, во всяком случае, ликвидировать ту колейность, которая сегодня имеет место быть на самом деле. Несколькими днями ранее вы посетили, осмотрели строительство, ну, я бы не стал говорить, как строится мост через Тагийский пруд. Там очень большой объем работ. Это, по сути дела, не один мост, а три моста и большая дорога между Гальянкой и Южным въездом. Что можете отметить после осмотра? Ну, знаете, удовлетворение реализации проекта. На самом деле мы с руководителем Альмакоргруппы обсудили все актуальные вопросы, которые у нас друг к другу были, так же тет-а-тет. Вот вместе посмотрели, то есть, ну, я говорю, оценка только отлично. Мы идем даже с опережением графика по ряду работ. Вот то, что и запланировано было ранее, то есть в этом году максимально выполнить объем работ и все-таки в один слой асфальта уже закатать. Вот такая задача стоит. Посмотрим, что будет у нас с погодой, насколько позволят погодные условия. Но, тем не менее, ты уже видишь очертания реального проекта. А что именно там вы заметили? Ну, я там не был. Вот вы знаете, первое, клеверная развязка. Если начать со стороны Свердловского шоссе, клеверная развязка. Вы знаете, что у нас все уже полностью три пролета перекрыты. Вот ты уже видишь пример формирования всего этого объекта. Вот насыпи практически закончены. Конечно, понятно, что там надо еще все это привести, так сказать, в чистовый вид. Но, тем не менее, когда стоишь там, ты понимаешь масштаб этой стройки. Смотришь в одну сторону, там мост дальше через ЖД пути. Также опоры на сегодняшний день заливаются, и в ближайшее время будет у нас произведено перекрытие. Сама основная насыпь четырехполосного движения с тротуарами, с велодорожкой. Объем скалы, который туда завезен. Я просто вспоминаю тот первый день, когда у нас подрядчики зашли на реализацию проекта, и только там вырубали лес как раз под строительство этой дороги. Когда было полболота, вязла техника, еще дожди, помните, вы пошли. И вот казалось, да вот оно, где как, контуры непонятные, очертания неясны. И вот на сегодняшний день ты уже видишь практически готовый мост. Там без пяти минут все опоры будут уже готовы. Вот на сегодняшний день, вот должна была, сейчас не проверял еще, но уже надвижка произойти на шестую опору, которая уже тоже была подготовлена. Это уже порядка ста с лишним метров. И вот ты видишь уже примерно, вот ты можешь пройтись уже по полотну моста. И вот действительно к вопросу, что чувствуешь, чувствуешь удовлетворение тем процессам, которые там сегодня происходят. Еще один национальный проект, который активно реализуется в городе, это проект образования. Вы посетили 24-ю школу, где начался капитальный ремонт. Насколько активно ведутся там работы? В сегодняшний день, конечно, там пока еще отделочным работам не приступили. Там все-таки все рушится, сносится, все ломается старое и ненужное. Почему? Потому что школа действительно уже много-много десятков лет не видела капитального ремонта. Вообще у нас рудник третьего интернационала, сам по себе не избалованная территория. То есть с закрытием шахты, да, вот таких серьезных проектов там практически мало реализуется. Поэтому само по себе это объект, который привлекает сегодня внимание, вот этот объект, открытие которого ждут и дети, и родители, вот это объект, который будет украшением, я глубоко убежден. То есть мы сделаем декоративную подсветку в обязательном порядке, вот построим новый стадион, хорошую спортивную площадку. Вот то, что сегодня там нет. Вот я посмотрел, думал тротуар, оказывается, когда-то еще в далекие, в советские времена это беговая дорожка была сделана вот так вот. И вот смотришь, даже березы, те, которые там спонтанно наросли, они уже переросли, их надо уже вырубать с точки зрения безопасности элементарной. Вот делать новые ограждения, и это все появится, и вот у нас появится красивый, великолепный объект в центре рудника третьего интернационала. Ранее вы побывали в 12-й школе на Усть-Утке, где тоже ремонтируется школа. Там были вопросы, которые не могли решить сами строители, сама ремонтная бригада. И требовалось принять некоторые управленческие решения для продолжения работы. Трудности сняты? Вы знаете, мы просто нашли решение без принятия таких каких-то ответственных дел, да по одной простой причине. И вот не хватало денег, я говорю, ну давайте делать сколько надо. Была обозначена сумма одна, 2 миллиона рублей. Давайте искать, вот есть конкурсная документация, есть техническое задание, есть сумма, которая была отыграна в конкурсе. Ищите приемлемые решения, капитальные решения, за которые вы будете нести ответственность в рамках тех средств, которые уже выделены. Поэтому работы ведутся в рамках контракта, то есть ничего сверхъестественного там не происходит. Еще один национальный проект реконструкции общественных территорий, комфортная среда. В этом году 4 территории ремонтируются. Как, на ваш взгляд, насколько там дело спорится? Да, действительно, мы сегодня подрядчики зашли на все общественные территории, их 4 в городе в этом году. Это самый маленький взять, это аллея рандеву, но вот сейчас мы со студентами обсудили, и в общем-то есть большое желание, с большой долей вероятности мы его переименуем. Будет не аллея рандеву, а все-таки будет сквер связанный, что-то с медициной. То есть учитывая того, что действительно... Какой-то опрос будете проводить? Ну да, не опрос, сейчас придумывают название сквера, как он будет выглядеть. Может быть, в перспективе установить памятник врачам, то есть вот я говорю, те, кто действительно совершили подвиг в период пандемии, но она сейчас-то не закончилась, если до конца подходить, но были вообще сложные времена. Поэтому посмотрим, посмотрел ее, значит, за ДК юбилейным, такой хороший, великолепный сквер получается, обсудили там койки и моменты со старшими по домам, которые тоже... Я всегда стараюсь приглашать на встречу, вот для себя я сделал вывод, очень важно слышать мнение людей обратное, то есть не всегда это удается сделать, учитывая там разные графики работы. Но, тем не менее, вы знаете, простые замечания или простые предложения в проект, вот для нас они не видны взглядом. То тебе кажется, все, вот здесь должны быть дорожки, здесь должно быть, значит, площадка для того-то, и здесь... А смотришь, маленькая вот тропа, которой исторически всегда пользовались, вот там участок-то, она никакой там разницы не несет. Вот туда сделали, уже совсем другой подход, уже совсем другая реакция жителей. В мае оживились работы в ЭК-парке, разные коллективы там высаживали саженцы, в том числе и министр энергетики ЖКХ приезжал, Николай Смирнов. И вы сколько и какой породы деревья посадили, если не секрет? Я, по-моему, успел штуки три посадить вместе с Николаем Борисовичем, вот, а посадили, на самом деле, порядка двухсот деревьев. Центр экологической безопасности занимался вплотной высадкой, участвовали школьники, то есть посадили кленовую аллею. Вот, мы садили липы, садили клены, вот, на самом деле хвойники были высажены. И осенью еще дополнительно высадим порядка двух тысяч, двух с половиной тысяч кустов. Вот, потихоньку мы его озеленяем, озеленяем уже за свои средства, но, тем не менее, дождей не хватает в этом году. Конечно, вот, что-что, но с дождями не повезло. То есть, был пустырь, где был складирован грунт, строительный мусор. То есть, вообще не было никакой территории. Вот, понятно, что чудес не бывает. То есть, мы сразу, там, 50-летние деревья, которые там росли исторически, они никуда не возьмутся. На это надо время, хотя бы года три, четыре, пять лет. Для того, чтобы они появились, их надо необходимо посадить. В прошлом году мы привели в порядок саму площадку. Сделали места отдыха, места прогулок, места катания на самокатах и роликах, вот, качели и прочее тому подобное. Вот, появилось место, то есть, освещение. То есть, можно гулять, можно отдыхать. В этом году мы постепенно начали засаживать. И вот, когда это пройдет время, то есть, тогда это будет вообще великолепное место, где будет действительно и тень от деревьев, где можно будет проводить время в тиши, в шуме листвы. Поэтому сегодня там Тагилду расстроят, там, Центр экологической безопасности. И вот, за ними ухаживают, поливают. Смотрим, как они приживутся. В этом году пока все. Огораничимся кустами. Вот. И будем смотреть, как будет приживаться все и высаживать дальше. Озеленением занимались в этом году и в другом парке. На днях там заложили аллею династий. Посадили первые 10 липок. Это станет традицией на будущие годы? Это традиции станет, да, действительно. Во-первых, это само по себе, мне кажется, такое очень доброе, хорошее мероприятие. У нас действительно очень много трудовых династий. Династий по разным направлениям. В разных сферах. Поэтому это уже некое... Высадили липы. Липы, они сами по себе долго растут. И, представляете, будут внуки, будут правнуки. То есть каждый может прийти. Мы, когда оформим полностью данную территорию, там появится еще одно. Там появится памятник Петру и Февронии. Сегодня тоже с меценатами, то есть с метрополией, с епархией. Мы этим проектом занимаемся. И будет такое некое место само по себе. И липы, когда они вырастут, то есть тоже очень здорово украсят данное место. Поэтому работаем над озеленением. Но я более сказал, мы в этом году впервые, наверное, со времен не знаю каких. То есть восстановили, в том году восстановили теплицы. Высадили частично свой посадочный материал. И мы вырастили больше 60 тысяч уже саженцев цветов. Поэтому, как говорится, если до лед тронулся, господа присяжные заседатели, то сейчас в планах нам поддержать наш горзеленхоз. Снова вернуть к былой силе и озеленять город уже своими силами. Ну и тема, которая была номер один в прошедшие дни. 30 мая завершилось голосование по выбору дизайн-проекта. По реконструкции Ленинградского проспекта, бульвара, имеется в виду пешеходной части. Есть какой-то результат? Голосование завершилось. Я благодарен тем практически почти 50 тысяч человек, которые проголосовали. Я искренне благодарен всем тем, кто поддержал город Нижний Тагил, поддержал представленные проекты реконструкции Ленинградского проспекта. Ну, то, что мы не смогли до конца. Надо разбираться в причинах. То есть причина безразличия от тех, кто не хотел. Это привлечение федеральных денег и реконструкции данного объекта. Или иные есть причины. Может, где-то наша недоработка. Ну, хотя, я не знаю, мы тут, наверное, не было места в СМИ или где-либо еще, чтобы, так сказать, каждый раз не упоминали мы об этом вопросе. Но, тем не менее, факт есть факт. В любом случае, голосование состоялось. Вот я повторюсь, что 47 тысяч человек – это достаточно большое количество жителей города, которые действительно неравнодушны к его проблемам, которые хотят перемен в хорошем понимании этого слова. Поэтому будем смотреть сейчас, что будет дальше. Конечно, результат не самый хороший. Но, опять же, анализируя в целом историю, да, что Екатеринбург последний, мы предпоследний, все-таки много зависит от количества жителей в городе, то есть от величины города. Одно дело, коллегам не хочу ни в коем разе, конечно, никого обидеть, но одно дело, населенный пункт, где там 5 тысяч человек живет, вот это одна история, да. Где бы ты там что ни делал, да и там, оно правильно, там десятилетиями ничего не делалось, вот, и сегодня у них есть шанс это сделать. И понятно, что вот в таком объекте, ты куда, что нет, оно все равно доступно для всех будет. А большие города, несколько сложнее. То есть объяснить всем, надо поддержать сегодня на Гальянке, поддержите сегодня вагонку, значит, на тех поселке, значит, на Тагеструе говорят, елки, нам надо давать, значит, парк Металлургов лучше делать, зачем нам там Ленинградский проспект нужен. Конечно, есть некая несостыковка, и может быть и в этом есть некая причина, да, вот такого голосования, итогов такого голосования. Нет, но тем не менее, я повторюсь, то есть, еще раз говорю, что все-таки 47 тысяч человек, еще раз благодарность всем, кто поддержал, ну, так что посмотрим, как дальше дела. Какие выводы будут сделаны свыше, да, об итогах голосования. Ну, здесь, Иосиф Юрьевич, позволю себе вступиться за тагильчан, поскольку, на мой взгляд, сама система вот этого электронного голосования, мне показалось, была недружелюбна, поскольку проголосовать с первого раза, с первого захода была, ну, большая редкость, наверное, не работала система через госуслуги, приходилось голосовать через возможность, ну, там, телефонной связи, чтобы на телефон пришел код, ну, и тоже не всегда адекватно срабатывала система. И вполне возможно, были люди, которые, ну, не получилось, ну, и ладно, как говорят, ну, и все равно сделают. Я бы полностью согласился. Вот, наверное, имели факты. У меня мама не смогла проголосовать, я ей помогал, и то у меня у самого получилось получить на нее звонок адекватный, чтобы регистрация прошла на третий или четвертый раз. Вот таким вот образом. Она хотела бы рекомендовать своим подругам, сказала, я звонить подругам не буду, потому что, ну, вот система вот такая вот. У меня все, друзья, все проголосовали, все хорошо. Я бы абсолютно это обратил внимание, то есть если бы у нас впереди нас не было там 80 муниципальных образований, которые в десятки раз процентов больше набрали, у них все работала система одна, правильно же, везде. Я говорю, ну, сейчас, я говорю, анализ, мы же сейчас об этом и говорим, то есть анализ просто сейчас надо подойти, наверное, как-то по-другому к этому вопросу. Я говорю, где-то, может, наша недоработка, они исключают такой вариант, может быть, там мало информации, но я хотя уж не знаю, где еще можно было разместить. Ладно, сейчас мы что имеем, место быть имеет, да, тот результат, который есть, он наш результат. И повторюсь, все-таки 47 тысяч жителей города, это очень... Так иначе мы, наверное, можем рассчитывать на деньги, которые... Да, это большое внимание к реализации данного проекта, поэтому можем рассчитывать на финансирование. Давайте перейдем к вопросам от жителей города, Бурдуков Анатолий Дмитриевич. Здравствуйте, уважаемый Владислав Юрьевич, почему в наших автобусах нет кондуктора? Очень неудачно выходить через переднюю дверь, пробираться через весь салон. И вот еще вопрос тоже, хотелось бы, чтобы был в автобусах безналичный расчет. По кондукторам, конечно, мы с перевозчиками еще отдельно проговорим все эти моменты. Надо понимать, что исторически как-то так вот у нас сложилось, что у нас очень низкий тариф. И вот сейчас поднимать, учитывая уровень населения, учитывая предыдущий год пандемийный, который очень сказался тяжело на экономике города, на экономике всех, в частности, семей, жителей города. Поэтому и так же это сказалось на перевозчиках. И вот факторы, низкий тариф, упал здорово пассажиропоток. То есть, соответственно, они тоже минимизируют свои затраты. Наверное, в каких-то автобусах пытаются, так сказать, уйти от кондукторов. Это тоже же оплата, то есть, это тоже деньги, это тоже дополнительные расходы. Я не защищаю ни в коем разе, поэтому отдельно будем анализировать ситуацию. Лучше если обращаться, говорить, что конкретно какой маршрут, что как, чтобы можно было более детально посмотреть, насколько можно исправить эту ситуацию. То есть, надо ли в какие-то, может добавлять кондуктор какие-то пиковые часы. То есть, может быть, что-то, надо разбираться. Я говорю, каждая ситуация, она по-своему должна быть индивидуальной, и надо искать решение конкретное. Безналичный расчет появится? По безналичному, да. То есть, есть федеральное законодательство, до 2024 года, правда, должны все перейти. Но сегодня перевозчики над этим работают. У нас вот новые автобусы, которые мы купили, они уже сразу изначально оборудованы всем необходимым. Поэтому будем внедрять. Это тоже такая мера. В трамваях, знаете, мы уже со Сбербанком эту систему давно опробовали, и у нас она работает. То есть, показалось себя только с хорошей стороны. Поэтому будем точно так же работать с перевозчиками. На Ленинградском проспекте планируется реконструкция. Там и по ПКАДу, значит, сама дорога, и пешеходная зона, о которой мы уже говорили. Будет ли произведен капитальный ремонт рамвальных путей? Было бы логично при реконструкции проспекта. Я эту тему обсуждал уже со всеми, с кем только не обсуждал. И крайний раз мы с Стаковым. Василий Владимирович, министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области эту тему обсуждали. Логика абсолютно ясна. Абсолютно правильный вопрос. И он, на самом деле, у нас сегодня на повестке дня актуален. Правда, мы начали еще с индустриальной. У нас такой же абсолютно вопрос. Но там, правда, без пешеходной зоны. Но, тем не менее, две широкие полосы в центре пути. И это тоже, к сожалению, оставляет желать лучшего. В рамках реализации национального проекта это сделать нельзя. Сразу скажу. Этот вопрос поднимался в 2018 году. Поднимался тогда еще действующему министру транспорта Российской Федерации. И не одним, и нашим губернатором. И ряд губернаторов также просили, что давайте в рамках реконструкции дорог будем выделять средства на реконструкцию трамвайных путей. Решение пока на уровне Федерации не принято. Поэтому пока сошлись на том, пока оно есть как есть. Но будем думать, каким образом и за какие деньги нам изыскать возможность и провести реконструкцию. Получится? Тогда здорово. Не получится, но что будем пока пользоваться тем, что есть. Тоже с вагонки вопрос ремонта улиц энтузиастов идет. В связи с этим будет ли ремонтироваться тротуар? Поврежден, видимо, при установке бордюров. Раскопки какие-то были. Было бы это логично. У нас, вы знаете, уже в рамках национального проекта часть дорог попадает вместе с тротуарами. То есть реконструкция дороги, реконструкция тротуара. В этом случае, видимо, не попало. Но кто бы ни обращался, я, наверное, все-таки сейчас отдельно дам поручение посмотреть. Данные вопросы мы сделаем тротуар за собственные средства. Потому что тротуары нужны. У нас есть программа, вы знаете прекрасно, что впервые в том году мы ее начали вместе с депутатским корпусом реализовывать. То есть просто вот подходы к соцучреждениям, тротуары. То есть понятно, хочется всего и больше, и в раз сделать. И много очень у нас тех мест, где вообще тротуаров либо отсутствуют, либо они уже устарели настолько, что по ним ходить и передвигаться невозможно. Поэтому поэтапно, поступательно мы двигаемся. Вот составили перечень. Если нет, я говорю еще раз, энтузиастов сделаем за свои деньги. Павел, Старая Гальянка в городе катает дороги асфальтом каждый год. Есть ли возможность Старая Асфальтовая Кружка укатывать дороги в частном секторе? Ну вот на Старой Гальянке, к примеру, улица Камышевая. Я бы сказал так, что это не самый лучший вариант. Не самый лучший вариант. Все-таки дорога недолговечная. То есть она с первым снегом сойдет. Но ямы, те, которые появляются после вот такой укладки, они еще хуже, чем на самом деле действующая грунтовая дорога. Поэтому лучше ее прогридируем нормально. Гридер пройдет, как-то более-менее уравняет, нежели... Пожалуйста, я говорю, могу. Если есть желание у себя где-то взять, давайте машину отвезем. Но я еще раз повторюсь, это не решение вопроса. Это только усугубит еще ситуацию без хорошего основания. То есть дорога просто сползает. Ну и вот спрашивают про... Воинская часть. Была информация, что в бывшей воинской части хотят построить детские сады. Когда начнут? Это на вы. Ну мы сегодня... Я догадываюсь, что это на вы. Я не так давно это был, как раз мы были на сквер за ДК Юбилейным. Кстати говоря, и с большой дровой рятости все-таки фасады у ДК Юбилейного тоже будем делать. Потому что постоял, посмотрел. Все-таки такой будет сквер, тут часовня, значит, все как-то так гармонично и хорошо. Хотят бы красоты и гармонии на самом ДК. Это воинская часть в удручающем состоянии. И фасады еще и самого ДК Юбилейного тоже ни разу в жизни не делал никто. Поэтому надо с чего-то начинать. Касаемо самой части непосредственно, конечно, мы будем ее продолжать сносить. Детский сад сегодня там проектируем. На участке только не ближе к Фрунзе, а ближе, скажем так, вглубь всей площадки, которая есть. Ближе к скверу, получается? Ну, да, нам получается, да, сюда к скверу и туда к домам уже непосредственно, к Красноармейской, вот так бы точнее сказал. Часть мы сооружений снесем в следующем году, что то с Пемеси, то в этом, что-то в следующем году. Там будет хороший запроектирован детский сад. Но все-таки не теряем надежды то, что будут выделены средства, и мы все-таки там поставим хороший спортивный объект. Будь то там спортивно-оздоровительный комплекс, вот такой, который стоит на Гальянке. У нас проект готов, он прошел госэкспертизу. Более того, адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Поэтому площадку будем зачищать. Вот, садик, если все пойдет хорошо на следующий год, вот будем делать не значит через год. Благодарю вас. Сегодня на наши вопросы отвечал глава города Владислав Пенинаев. Оставайтесь на Тегил-ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова